Добрый вечер, в эфире новости в студии Евгений Синебок. Смотрите сегодня выпуски. Расскажем, как президент поздравил губернатора Югры с назначением. Виртуальное сообщение. Вартовчане могут вызвать врача на дом через мессенджер. Говорящие книги и волшебные карандаши. Югорским школьникам с ментальными нарушениями помогают тренировать память современные мини-гаджеты. А теперь обо всем подробнее. Первые в округе сургутским медикам сделали прививки от коронавируса. Напомню, на этой неделе пилотная партия вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК поступила на региональный аптечный склад. Чтобы переправить ампулы в больницы и поликлиники, использовали специальные холодильники, рефрижераторы, где температура воздуха минус 18 градусов. Таковы условия хранения. В сургут, кстати, уже поступило почти полсотни ампул для врачей. Большая часть медработников привились в первый день. В первую очередь у меня измерили температуру тела, посмотрели горло, имеют ли противопоказания для постановки. Сделали экспресс-тест их из пальчика. Если у меня антитела, у меня их нет, значит, это первое показание, что можно прививаться от ковида. Мы работаем в зоне риска, в тесном контакте с пациентами и рекомендую всем прививаться от ковида. Число заболевших продолжает увеличиваться. За сутки в Югре зарегистрировали 141 подтвержденные случаи коронавируса. Больше всего заболевших в Сургуте. Здесь ковидом заразились 35 человек. В Ханты-Мансийске 30, в Нижневартовске 19, в Нефтьюганске 12. В остальных 13 муниципалитетах число заражений не превышает 10. На данный момент коэффициент распространения инфекции составляет 1,4. Стоит отметить, что за сутки от коронавируса в округе вылечились 77 югорчан. Таким образом, за весь период пандемии выздоровели 20 781 человек. В Югре продолжается вакцинация против сезонного гриппа. Прививки особенно показаны детям школьного возраста, так как они входят в зону риска. Если учителям ставят вакцину всем без исключения, то ученики могут сделать это по желанию. Причем прямо в учебном заведении. В школы по заявкам приезжают специальные мобильные бригады. Вакцина проверенная, отечественная. Единственное противопоказание – это аллергия на куриный белок. Вакцину делают на его основе. Уже через 1-3 недели после прививки вырабатывается иммунитет. Все желающие также могут поставить прививку против гриппа в поликлиниках по месту жительства, либо в мобильных прививочных пунктах абсолютно бесплатно. Мы прививаем вакциной против гриппа СОВИГРИП. Эта вакцина инактивированная, она облегченная. Она содержит только фрагменты вируса. В составе ее антигены вируса гриппа А и В, а также адюван-савидон. Адювант – это вещество, которое повышает иммунный ответ. Преимуществом детской вакцины является то, что она не содержит консерванта. Нягонские школьники получают свои обеды даже на дистанционном обучении. Пять семей муниципалитета изъявили желание перевести своих детей на домашнее образование. Обеспечивать продовольствием их будут до тех пор, пока ученики не вернутся к очной форме занятий. Продуктовый набор формируется исходя из суточной нормы белков, жиров и углеводов, рассчитанной на возраст школьника. Паек стоимостью чуть больше 300 рублей состоит из продуктов первой необходимости. Это сахар, мука, сок, молоко, фрукты и даже сливочное масло. Обеды родителям выдаются строго под роспись лично в руки. Продуктовые наборы комплектуются согласно нормативно-правовому акту, который включает в себя крупы, растительное масло, сосиски и так далее. Стоимость одного продуктового набора составляет 61 рубль в день. Мы выдаем их один раз в неделю. То есть вот этот 61 рубль, он просто суммируется на количество дней. Отсюда мы выходим на эту стоимость. Мы перешли на дистанционное обучение осознанно, не без всяких противопоказаний, потому что я считаю, что в сложившейся ситуации это для моего ребенка безопасно. Плюс это поможет ей стать более самостоятельной. И я считаю, что пойдет только ей на пользу. Продуктовый набор выдали. Да, очень приятно, что такое дополнение к содержанию ребенка. Вызвать врача через мессенджер. Теперь такая услуга доступна пациентам второй поликлиники Нижневартовска. Сервис для вызова доктора на дом появился в WhatsApp, которым пользуется практически каждый второй житель города. Чтобы вызвать врача, достаточно указать имя, дату рождения, адрес и причину обращения и отправить сообщение в больницу. За три дня такой услугой воспользовались более 20 вартовчан. Также с помощью мессенджера оформили 16 заявок на лекарства. Пациентам услуга настолько понравилась, что они предложили внедрить ее и в других поликлиниках. Если новая практика хорошо себя зарекомендует, она появится еще в двух медучреждениях. Президент России Владимир Путин поздравил Наталью Комарову с переизбранием на пост губернатора Югры. Накануне глава государства общался со всеми высшими должностными лицами, избранными в ходе региональных выборов. В свою очередь Наталья Комарова доложила президенту о значимых для страны инфраструктурных проектах. Например, центре геномных исследований, которые создают в Сургуте и мостовом переходе через Обь. Он свяжет Россию с перспективными нефтегазовыми месторождениями Арктика и Северным морским путем. Также глава региона рассказала о досрочном завершении программы по переселению из аварийного жилья. Хочу в данном случае отметить очень важное решение правительства Российской Федерации о переносе объемов федерального софинансирования таких региональных программ влево. Для нас это крайне важно и создает дополнительные гарантии для выполнения этой задачи. Наталья Владимировна, регион у вас не бедный, понятно, но вопросов всегда много. Вы часть из них сейчас перечислили, вы человек опытный, вы знаете, что надо делать. Мы всегда будем рядом, будем поддерживать вас и помогать вам. Удачи вам. Егорские депутаты оценили ход реализации национальных проектов в округе. Накануне парламентарии заслушали итоги их исполнения за прошлый год и 8 месяцев этого. Отмечу, в Югре сформировано 11 портфелей проектов. Они основаны на национальных приоритетах. Это демография, здравоохранение, образование, экология и другие. В этом году на их реализацию запланировано более 32 миллиардов рублей. Почти половина намеченных показателей уже достигнута. Например, в этом году по нацпроекту «Жилье» в Югре в эксплуатацию ведут более 1 миллиона квадратных метров жилья. А к 2024 году 6 миллионов. Также свыше тысяч аварийных домов расселят. Депутаты отметили, что эффективная и своевременная реализация всех нацпроектов поможет повысить качество жизни югорчан уже в ближайшие несколько лет. Из-за пандемии коронавируса расходы бюджета Югры в этом году выросли на 18%. Если сравнивать с прошлым годом, исполнение окружной казны обсудили югорские парламентарии. Так, за первые 6 месяцев из бюджета уже потратили 111 миллиардов рублей. Дополнительные средства пошли на выплаты врачам. Строительство, больниц, закупку средств защиты и другие меры профилактики. Но несмотря на повышение расходов, доходы окружного бюджета за первое полугодие тоже увеличились на 20 миллиардов рублей и составили почти 150 миллиардов. Отмечу, что 90% дохода налоговые платежи. Если вернуться к тратам, то 77% расходов округа идут на социальную сферу. Наибольшая доля приходится на образование – 43,9%. Дальше идет соцполитика – 27,1%. На здравоохранение уходит четверть всех денег – 26,1%. Добавлю, что несмотря на непредвиденные расходы, связанные с пандемией, округ выполнил все социальные обязательства перед югорчанами. В период самоизоляции дети с ограниченными возможностями оказались особенно уязвимыми, так как курсовая реабилитация в медицинских и социальных учреждениях в это время не проводится, а их родители не получают должной поддержки. На помощь пришли специалисты-участники проекта «Дома лучше». Если мы приходим в семью, а мама говорит нам о своих проблемах, мы проводим дополнительно диагностику, специалист выявляет, какие же препятствия у ребенка, по какой причине у него не развивается та или иная функция. Например, почему ребенок не развивается, почему ребенок не разговаривает. И мы помогаем маме выстроить те действия, которые будут способствовать этому развитию. В своей работе специалисты применяют специальные пособия для занятий с особенными детьми. Например, утяжеленное одеяло помогает детям ощутить свое тело. Часть президентского гранта потратят на такие пособия, а также на дополнительное обучение сотрудников. Педиатр и психолог пройдут курсы на базе Санкт-Петербургского института раннего вмешательства. В результате помощь получат минимум 10 семей с особенными детьми. Специалисты смогут проконсультировать всех желающих. Сейчас неутешительно и растут нарушения у детей. Если брать 500 детей примерно рождается в районе и 30% нуждаются либо в краткосрочной консультации, либо в сопровождении постоянном, то это порядка 400 детей, которые могут быть потенциально нашими клиентами от 0 до 3. Главное условие программ «Дома лучше» – активное участие самих родителей. Если в семье родился недоношенный ребенок или малыш с нарушениями, а также если что-то беспокоит в развитии малыша, можно позвонить в центр или зайти на страницу «Счастливый малыш» ВКонтакте. Елена Келяна, окружная телерадиокомпания «Югра» при содействии Первого Советского. Говорящие книги помогут учиться лангипасским школьникам с ментальными нарушениями. Это специальные цветные иллюстрированные издания с крупным шрифтом. Их особенность еще и в том, что в комплекте с каждой такой книгой также идет волшебный говорящий карандаш – современный мини-гаджет. Стоит прикоснуться этим карандашом, книги и персонажи сказок оживают и начинают говорить. Для детей так интереснее. А педагоги уверяют, что перед воспитанниками с ментальными нарушениями, а их в этой школе около 20 человек, говорящие книги открывают больше возможностей для обучения, помогают тренировать память, а также развивать речевые и слуховые навыки. Эти книги – это огромная помощь не только детям, но и педагогам. Потому что с использованием данных книг мы развиваем опознавательную активность ребят. Мы делаем интересным и увлекательным их путешествие по миру знаний. Поэтому данные книги, я думаю, будут только хорошим подспорьем и педагогам, и детям. В Югре выберут директора департамента физкультуры и спорта. Стартовал отбор кандидатов на этот пост. До 5 октября подготовят тесты, вопросы и профессиональные требования к претендентам. Дальше начнется прием документов. Претендентам нужно будет представить не только документы об образовании и характеристики с работы, но и конкретную программу развития спорта в регионе. К слову, доказать ее состоятельность нужно на теледебатах. Последний же этап отбора на должность руководителя окружного спортивного департамента завершится собеседованием, которое проведет губернатор Югры Наталья Комарова. Самое лучшее занятие для многодетной мамы. Село Покур, что в Нижневартовском районе, вновь возглавила Наталья Уколова. В единый день голосования за нее отдали голоса 5 из 7 депутатов местной думы. Ранее она покинула должность по уважительной причине. Год назад у главы поселения родилась дочь Мирослава. Но вместо общения с подругами, посещения детских центров, Наталья Уколова следит за ходом строительства жилья и подписывает сметы. Скучать не приходится. Я скучала очень, пока сидела в декретном отпуске, очень скучала по работе. Мне действительно нравится эта работа. Я всегда любила работать с населением. До того, как я избрана была в депутаты, я работала во многих сферах. То есть сферы все взаимосвязаны. Я проработала и в соцзащите, и в ЖКХ работала. Я работала и здесь в администрации. В администрации я с 2006 года. Начинала с бухгалтерии. Со вторым ребенком уже пришла на отдел кадров, в ЗАГС я работала. В общем, я попробовала все сферы деятельности практически. Не умею, наверное, только с сварщиками работать. Алексей Шабанов наведался в гости к хозяйке Покура. Как она успевает решать административные вопросы и сохранять семейный очаг, расскажем в нашей программе больше, чем новости. Сургутский архив готовится к новоселью. Накануне в городе выделили помещение для документохранилища по соседству с парком «Россия. Моя история». Проблема переезда назревала давно. Архив располагался в многоэтажках, постоянно подтапливался жильцами сверху, да и вообще площадей для хранения важных городских и районных бумаг уже не хватало. Теперь с переездом в новое здание все проблемы будут решены. Кроме этого, архив станет одним из самых инновационных. Здесь уже идет монтаж оборудования для цифровки и реставрации столетних бумаг. Как обустраивают архив Сургута, сейчас расскажет моя коллега Ольга Придоха. Она выходит на прямую связь со студией. Оля, расскажи, каким он будет и когда откроется. Добрый вечер, студия. Да, историческое для Сургута событие. Городской архив переезжает в новое здание. Открытие предполагается в декабре, хотя сегодня здесь уже побывала общественная палата Югры. Эксперты, к слову, работают в городе весь день. Они уже были в парках и музеях. И вот сейчас находятся в архиве. Его достоинства они оценили в колоссальной степени, сказав о том, что подобных крупных и современных инновационных документов-хранилищ еще не видели нигде. Появилась такая огромная площадь для архива. Ну, уникальная. Я, честно говоря, не видела такой площадь для архива, которую я увидела сейчас. Это возможность действительно собрать все документы, цифровать. Это память. А память, без памяти мы мертвы. И я думаю, многие из наших почетных граждан округа, жители Сургута, если бы они могли видеть, они радуются. Они радуются вместе с нами, потому что жили, творили и вкладывали свою Югру, свой Сургут. Зимой мы уже рассказывали о проблеме сургутского архива. Шесть филиалов здания располагалось на первых этажах жилых помещений. Только одно имело обособленное здание. Более того, площадей и помещений архиву не хватало, поэтому последний год он работал частично, то есть принимал практически не все документы. Сейчас у архива появилось 5000 квадратных метров и 3000 из них – это архиво-хранилище. Со мной сегодня Анастасия Кайдалова, начальник архивного отдела управления документационного и организационного обеспечения администрации Сургута. Анастасия Александровна, ну вот мы видим уже стеллажи, я так понимаю, что переезд состоялся. Да, у нас был осуществлен пробный такой небольшой шаг, чтобы понять вообще, насколько, как это осуществимо. То, что вы видите, это лишь малая-малая толика. Мы стали вывозить с двух помещений, но результат уже есть. Предусмотрены помещения, которые нам помогут реставрировать документы, которые нам помогут держать документы в том состоянии физическом удовлетворительном, которым они должны находиться. То есть здесь соблюдены все меры – это температурно-влажностный режим, это климат-контроль для того, чтобы сохранить, так как вообще само хранение этих документов, оно вечное. Оборудование куплено уже, но предполагается, что скоро будет монтироваться? Да, да. Это вопрос времени. То есть предусмотрена полноценная реставрационная лаборатория с необходимым оборудованием. Далее предусмотрена лаборатория сканирования документов. То есть на двух планетарных сканерах будут сканироваться документы, переводиться в электронный вид. Затем есть помещение для хранения электронных уже образов документов электронных. И, соответственно, затем эта часть будет полнотекстовой, передаваться полнотекстовой базы данных, где возможно будет как исследователям ознакомиться с этой информацией, так и работникам. Это, конечно, очень удобно. Кроме реставрационной лаборатории у нас также предусмотрены помещения для временной акклиматизации. То есть когда мы принимаем документы, они должны находиться от 10 дней хотя бы обособленно, не переноситься сюда, в архиво-хранилище. То есть это отдельное помещение нам очень не хватало раньше. Оно является специализированным. Затем есть помещение для дезинфекции, для дезинфекции документов. То есть все, чтобы они были у нас как можно дольше сохранностью. Полный цикл службы. Спасибо большое, Анастасия Александровна. Я хочу еще добавить, что сейчас Сургутский архив хранит в своих помещениях 150 тысяч документов. Площади нового архива предполагают хранение 700 тысяч дел. То есть в 5 раз больше практически. К этой минуте у меня вся информация. Спасибо, Ольга. Это была Ольга Придоха на прямой связи со студией из Сургута. В Югре двое мужчин заживо сгорели в избушке. Трагедия произошла на одном из родовых угодий в районе Конитлорского месторождения. Сотрудникам Следственного комитета предстоит выяснить все обстоятельства. По предварительной информации, в избушке находились двое мужчин, женщина и ребенок. Известно, что последний успел выбежать из избы еще до возгорания. А вот женщина смогла выбраться позже и получила тяжелые ожоги по всему телу. Сейчас пострадавшая находится в реанимации в Сургуте. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Возбуждено уголовное дело. В результате пожара, произошедшего вследствие возгорания и легковоспламеняющейся жидкости, оба мужчины скончались. Женщина получила тяжелые ожоги лица и других частей тела. Ребенок не пострадал. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств. Рассматриваются разные версии произошедшего. Жительница Лангипаса обогатила мошенников более чем на 800 тысяч рублей. На телефон югорчанке позвонили якобы сотрудники безопасности банка и сообщили, что с ее карты пытаются снять деньги. Всю сумму ей предложили перевести на безопасный банковский счет. Испуганная женщина немедленно сняла деньги и выполнила все указания мошенника. Свои деньги югорчанка видела в последний раз. В общей сложности она сделала 36 переводов на 12 разных абонентских номеров. Дело этим не закончилось. Лжесотрудники банка сообщили, что неизвестные успели оформить потребительский кредит на сумму 240 тысяч рублей. И чтобы средства не попали в руки мошенников, их также необходимо перевести на защищенный банковский счет. Женщина поверила и в этот раз. И предоставила все пароли и смс-коды. Таким образом, доверчивая югорчанка лично перевела мошенникам более 830 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело. В Сургутском районе грибника могут посадить в тюрьму на два года. Накануне на дороге Сургут-Лентор сотрудники ДПС остановили машину, водитель которой был пьян. По словам мужчины, он собирал в лесу грибы. Замерз и, чтобы согреться, выпил горячительный алкогольный напиток. После тихой охоты югорчанин поехал домой и попался полицейским. Теперь любителю выпить и собирать грибы грозит наказание. Он находится под подпиской о невыезде. Правоохранители возбудили уголовное дело. В Югре обновят концепцию развития внутреннего и въездного туризма. Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции, которую провели на площадке РИЦ Югра. Туристическая отрасль – одна из пострадавших от пандемии сфер бизнеса. Поэтому в Югре индустрию гостеприимства оказали поддержку. Это субсидии на зарплату сотрудникам турфирм, возмещение арендной платы, а также льготные кредиты. Ей воспользовались больше сотни компаний и предпринимателей. Кроме того, спад количества клиентов стал поводом пересмотреть концепцию развития внутреннего и въездного туризма. Во-первых, в округе будут повышать качество обслуживания, для чего работников индустрии гостеприимства специально обучат. А Югру, как объект для туристов из других регионов, будут продвигать на интернет-площадках. Полностью новую концепцию представят на ежегодном форуме Югротур в начале октября. Концептуально в качестве приоритетных видов туризма, требующих первостепенного внимания и поддержки развития, концепция определен деловой, событийный, этнографический, активный. И здесь мы очень большой упор делаем на охотничьем и рыболовном туризме, в том числе детские, семейные и молодежные виды туризма. К этому часу это все новости. Увидимся на телеканале Югра. Субтитры создавал DimaTorzok